Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Ольга Степанова Хохловова родилась в украинском городе Нежине на Черниговщине. Глава семьи Степана Васильевича Хохловов был поручиком, начальником лазарета Батонинского резервного пехотного полка. Семья Хохлова была глубоко верующей. Воспитанию пятерых детей уделялось большое внимание. Об этом заботилась мать семейства, Лидия Николаевна. Некоторое время жили в Киеве, где Ольга, мечтавшая стать танцовщицей, тайком от отца посещала балетную школу. Затем семья переехала в Санкт-Петербург к новому месту службы у отца. В 1910-м Степан Васильевич Хохлов, уже подполковник на то время, был переведен на новое место службы на юго-запад за Кавказией. Ольга же закончила в Санкт-Петербурге обучение в французском пансионе и решила поступать в школу танцев Евгении Соколовой. Попала на просмотр к Сергею Дягилеву и получила место в русских балетах. В это время, в феврале 2017 года, для работы над балетом «Парад» к Дягилеву прибыл Пабло Пикассо. Именно во время репетиции он встретил свою будущую жену Ольгу Хохлову, исполняющую роль Филичиты. В мае Ольга танцевала в Париже, в балетах «Сельфида», «Солнце ночи», «Петрушки». Потом труппа Дягилева выехала в турне по Испании, где Ольга исполнила сольную партию придворной дамы в балете «Месина» «Менины». В Барселоне Пикассо представила ее своей матери. Она не сразу ответила ему взаимностью. Истинная вера не позволяла Ольге вступить с Пабло в близкие отношения до замужества. И горящий Пикассо поспешил оформить их брак. В 2018-м Ольга Хохлова стала женой художника Пикассо. К тому времени, уже познавший горочь потерь, хотел видеть жену только рядом с собой и надеялся, что ее появление обретет тихую галой. Ольга стала его любимой моделью. «У нее были чистые и правильные черты лица, гладкая кожа. Вся натура ее пронизана той женственностью, которая всегда так волновала Пикассо», писала хохловый французский историк культуры Антонина Валантен в книге Пабло Пикассо. И картинам художника Ольгиного периода присущ классический язык гибких, поющих линий, язык умиротворения, счастья и любви. Ее портрет «Ольга в кресле» 1918 года считается одним из лучших портретов 20 века. На этом портрете она не улыбается, она чаще всего грустна или задумчива. Пикассо нередко пишет жену, клонившуюся над книгом и за письменным столом. Ольга Степанова была оторвана от родины и семьи, ее отец и брат Николай воевали в Белой армии. Степан Васильевич пропал без вести в 1919 году, а Николая выпала участь эмигранта в Сербии. Другой брат, мать и сестры жили в Москве, остро нуждались, и Ольга часто писала родным, отправляла посылки, но они до них не доходили. Хохлова была оторвана и от балета, который горячо любила. В 1919 году Дягилев писал Пикассо, заманивая того в Лондон, где труп в очередной раз имела большой успех. А Ольга, неужели она навечно распрощалась с искусством танца, писал он. Это весьма печально, меня сен сожалеет об этом, как хореограф, а я как бывший поклонник. Радостью и спасением для Ольги стало рождение в 1921 году сына Паблито. Пикассо постоянно писал и маленького Поля, так сына звали дома, и жену, которая материнство еще больше украсила. Прожив с мужем более 17 лет, Ольга его покинула. Любит страстно, но его любовь убивает. Такой вердикт вынес Пикассо, поэт Поль Элюар. Хохлова не выдержала измен, но воевозлюбленные Пикассо не было его 17 лет, она родила ему дочь. И ненависти не вынесла, которую, как признался сам Пикассо, он стал испытывать к жене. «Она слишком много от меня хотела», – заявлял он после расставания с Ольгой. В 1987 году Виктор Конецкий, наш знаменитый писатель, побывал во Франции. В Париже он встретился с другом Сарфра и Пикассо, писателем Мишелем Ларисом, который узнал Ольгу Хохлову в 1920-1930 годы. Она была грациозно, аристократично, имела буржуазные привычки. Благодаря ей Пикассо стал светским человеком, кто ему не нравился из записной книжки Конецкого. Кто-то из многочисленных биографов Пикассо точно заметил, что Ольга совершила чисто женскую ошибку. Она впала в полную зависимость от мужа, мечтая о диалоге душ, травматизировала их отношения. А Пикассо нуждался в абсолютной свободе, без внешних светских условностей. По мнению внука художника Оливье, любовные похождения были для Пабло непременным условием творчества. Художник творил, а семейная история с Хохловой переродилась в историю судебных склок и взаимных унижений, растянувшихся на 20 лет. Официальных разводов оформлен не был. Разлад отношений с Ольгой отразился на манере работы Пикассо. На смену неоклассики пришел гротеск и сарказм кубизма. С наступлением оттепели Любовь Дмитриевна Конецкая, жена писателя, пыталась разыскать Ольгу. Писала Пабло Пикассо, но ответа не получила. Сообщение о смерти Ольги Степановной пришло из Москвы от друга художника Ильи Иренбурга. 3 марта 1958 года. Ольга Руис Пикассо умерла 11 февраля 1955 года в городской больнице Боссалей в Каннах от рака болезни, отягощенной ее горьким одиночеством и непрошенной обидой за мужа. Она похоронена на самом красивом, если можно так сказать, кладбище Франции Дюйграджас. Его называют перлаше с лазурного берега. Пикассо на похороны отвернутой жены не приехал, он работал над очередной эпохальной картиной. Прочитал я по тексту Татьяны Акуловой Конецкой. Немножко узнали о Ольге Степановне Хохловой, о русской балерине, артистке русского балета Дягилева и первой жены Пабло Пикассо, матери его старшего сына Паула. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего. Не знали, что-то новое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok